Уважаемый Шавкат Мирамонович, уважаемые представители средств массовой информации, дорогие друзья. Прежде всего, хочу поблагодарить от всей нашей делегации президента Узбекистана за приглашение посетить прекрасную страну с официальным визитом и традиционное восточное гостеприимство. Наши переговоры прошли в исключительно открытой, дружественной, братской обстановке и были содержательными и результативными. Мы рассмотрели широкий спектр вопросов и подтвердили принципиальную нацеленность на выстраивание сотрудничества во всех направлениях, где у Минска и Ташкента есть совместные проекты. В первую очередь, торгово-экономическая сфера. В целом, здесь мы имеем неплохие результаты. За прошлый год товарооборот достиг нового исторического максимума свыше 600 миллионов долларов. Тем не менее, понимаем, что резервы огромные. Один из них – создание новых и расширение уже существующих партнерских связей на уровне областей двух стран. И прошедший накануне в Ташкенте форум регионов это подтвердил. К сожалению, за пандемией контакты где-то ослабли. Но и сейчас самое время их возобновить и наполнить конкретными проектами. Их немало. В качестве приоритетных мы подробно рассмотрели вопросы углубления производственной кооперации, создания совместных предприятий, обеспечения благоприятных условий для обмена товарами и услугами. При этом в организации совместных производств мы нацелены на долгосрочное сотрудничество и планомерную их локализацию, что обеспечит создание новых рабочих мест в Узбекистане. Главные ориентиры – импортозамещение и технологический суверенитет. С учетом производственных и интеллектуальных ресурсов наших стран видим огромный потенциал машиностроения, агропромышленном комплексе, легкой промышленности. Мы отдельно остановились на теме углубления кооперации в сфере фармацевтики, включая вопросы изготовления в Узбекистане белорусских лекарственных препаратов и создания новых совместных производств. И еще одно серьезное направление – работа с третьими странами. Все условия для этого в Узбекистане созданы. Для нас это очень интересная тема. Оба республики придают важное значение вопросам расширения взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере. Наши страны сейчас активно сотрудничают в области науки, образования, реализуют совместные проекты по обмену опытом, обучением и стажировке специалистов. Я пообещал своему другу, близкому человеку, что мы сделаем все, что он пожелает в области образования, в том числе и создание здесь филиалов наших школ и вузов при необходимости. В наших вузах в рамках совместных программ обучается сегодня уже более 5000 человек. Совсем недавно было несколько десятков. Мы также готовы к реализации планов по научным обменам. Прошедшие в конце прошлого года форум ректоров, вузов и медицинский форум, о чем просил президент Узбекистана, показывают востребованность и большие перспективы нашего сотрудничества в этих сферах. С удовлетворением отмечаем дальнейшее решение взаимодействия в области спорта и туризма. Готовы развивать контакты между молодежью двух государств, активизировать проведение совместных мероприятий, тем более, что в этом году Ташкент стал столицей молодежи. Сегодня СНГ. Сегодня мы не могли обойти стороной международную повестку дня, и мы будем дальше развивать наше сотрудничество на международных площадках. Мы благодарны узбекской стороне и лично президенту за постоянную поддержку Беларуси в международных организациях. В заключение хотел бы выразить уверенность, что достигнутые договоренности откроют хорошие перспективы для выстраивания долгосрочного и равноправного сотрудничества. При этом, уважаемые друзья, я много говорил о нашей повестке дня, хочу оговориться, ну, может быть, и оправдаться. Когда я бываю где-то в каких-то странах, мы предлагаем широкую повестку дня, и особенно вопросы обмена технологиями. И особенно так называемые оппозиционеры, но они просто сволочные, и это особенно характерно некоторым в России, они начинают, ну, что там, вот Беларусь, небольшая страна, они какие-то технологии предлагают. Ну, в данном случае Узбекистан. Мы, Шавкат Мирович, выходцы из советской эпохи, эту жизнь протопали ногами по земле, стали президентами. И мы знаем, как было раньше. Беларусь в советском высокотехнологичном государстве, государстве, которое вышло в космос, создало самые современные автомобили, аппараты и так далее. Беларусь была очень высокотехнологичной республикой. Я бы сказал, даже самой высокотехнологичной и многопрофильной. Так сложилось. Мы не растратили это за период 90-х годов и сейчас. Президент это хорошо знает. Он очень хорошо знает Беларусь. И я всегда говорю, те технологии, которыми не обладал Узбекистан, так сложилось. Хлопок, хлопок, давай хлопок. И они, бедолаги, тогда качали этот хлопок на весь мир, можно сказать. Еще там какие-то отрасли в Беларуси, поток сырья, в том числе из Узбекистана. У нас есть мощнейшее производственное хлопчатобумажное объединение, где там хлопка не было. Отсюда получали, современные предприятия перерабатывали и поставляли на экспорт. То есть мы перелопачивали огромное количество экспортной продукции. А для этого нужны были высокие технологии, потому что за рубежом, на Западе особенно, не купят, если плохо. И нам повезло в этом плане. Ну, это был какой-то долг Советского Союза перед беларусами за то, что произошло в годы Великой Отечественной войны. Тогда республика была уничтожена полностью. И вы, и другие республики нам помогали восстанавливаться. Не было ничего живого. Каждый третий человек погиб. И тогда была создана основная индустриальная база, высокотехнологичная. Еще раз подчеркиваю, мы ее не разрушили. Мы ее сохранили. И в основном она находится, эти предприятия гигантские, типа МАЗ, БелАЗ, МТЗ и так далее. Телевизионные наши предприятия находятся в руках государства. Мы тоже их не порезали на куски и не раздали частникам. Мы взяли за сельское хозяйство, потому что у нас была проблема накормить. Вы помните людей, накормить и одеть. Сильно взялись. От лекарств отрывали, но крестьян на ноги ставили. И достигли в этом определенных результатов. Я это говорю к тому, что сегодня Беларусь в силу сложившихся тогда условий. И теперь имеет все то, что сегодня нужно технологически. Узбекистан нужно сегодня и завтра. Это не потому, что мы такие умные, а потому, что мы стоим на плечах гигантов, которые создали то, что мы сегодня имеем в Беларуси. И мы братские республики. Правильно сказал президент беларусы. И узбеки очень похожий народ. Толерантные, гибкие. Они не смотрят в огород чужим людям. Никого ничего не отбирают. Не собираются воевать. Мы трудолюбивые народы и готовы свое счастье сами искать и находить. Поэтому мы предлагаем Узбекистану приезжайте и посмотрите. В сельском хозяйстве мы договорились о строительстве фабрик по производству мяса, курицы, яйца. И не потому, что там не хватает чего-то может быть в Узбекистане. Потому что мы, как президент предложил, мы можем это продать соседям. Обычный земной подход. Мы его придерживаемся. И готовы вместе работать и продавать там и мясо, курицы, бройлеры выращивать здесь. Даже я предложил больше фабрик строить. Понятно сразу, зерно надо. Зерно мы купим сегодня в России. По дешевым, невысоким ценам достаточно зерна. Купили дешевое зерно, переработали здесь, продали на третьих рынках. Наши технологии. Мы это хорошо умеем делать. Так почему ее не произвести здесь и не продать за забором в Афганистане? То есть мы исходили в переговорах от земного и шли от подребностей узбекского народа, белорусского народа и соседей. А их, как известно, не выбирают. Они от Бога. И я поддерживаю политику президента Узбекистана, который старается по-человечески выстраивать отношения с своим южным соседом, с Афганистаном. Поэтому у нас торговля с третьими странами занимала достаточное место на переговорном процессе сегодня. А вообще это в узком составе, как сказал президент, была встреча не просто друзей, а очень близких друзей и братьев. Мы понимаем друг друга, мы понимаем, что мы упустили. Нам надо догонять. И я всегда своему брату говорю, знаешь, он когда начинает завидовать Беларуси, вот там, я говорю, 10 миллионов накормить. И 40 миллионов разница. Да еще надо восстановить то, что потеряно. Поэтому, Шавкат Мирамонович, вы знаете мое отношение к вам, к узбекскому народу. Все, что у нас есть, мы уже не говорим о темах, о которых сегодня не говорят. И я ему сказал, все, что ты увидишь в Беларуси, и тебе надо будет, мы готовы прийти на помощь с высокими технологиями и сделать то, что ты попросишь. Мы готовы к этому. Шавкат Мирамонович, еще раз спасибо. Хочу еще раз повторить публично свое приглашение приехать к нам с официальным визитом. Сегодня был принципиальный разговор с журналистом, лучше бы не видеть и не слышать его. Там был допрос членов правительства и министров. Это сделано, не сделано. Почему долго говоришь, а это не сделано, и то не сделано. Если мы в этом еще году встретимся и пригласим вот эти действующие лица на переговоры, я думаю, мы за год значительно больше сделаем. Сегодня все поняли, в каком направлении двигаться, и как быстро, самое главное, надо двигаться и решать вопросы. Шавкат Мирамонович, спасибо тебе огромное за приглашение. Будем поддерживать узбекские народы и Узбекистан, насколько мы можем, только чтобы вы достигли той цели, которую вы перед собой поставили. Но вообще мы вам завидуем. Когда глянул, преобразилась страна. Мы часто показываем панораму Ташкента, других городов. Недавно в Самарканде был. Очень здорово вы там приложились, конечно. Молодцы, что бережете и цените историю. Сегодняшний памятник. Простые скульптурные композиции, периоды, я как историк говорю, все понятно для людей, умно, все делаете правильно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ